Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о скандалах в российском футболе, тем более, что их в последнее время становится примерно столько же, сколько и футбольных матчей. То судичат, там накосячат, то футболисты расстроят ценителей высокого русского языка, поборников нравственности и всех остальных, которые считают, что футболисты не имеют права ругаться, переходить на эмоциональное общение и далее по списку. Артем Дзюба, один из главных скандалистов всей Руси, вновь попал в центр внимания и попал после короткой перепалки с журналистом, где он пообещал ему засунуть телефон куда поглубже. Ну и тут, понятное дело, подтянулись те самые поборники нравственности. Ну и активнее всего, я так понимаю, сейчас будет работать, так скажем, самопровозглашенная честь, совесть и мораль российского футбольного ютуба. Человек в кепке, который считает, что он должен быть таким нравственным ориентиром, почти что львом толстым, но от российского футбольного блогинга. И который в свое время, поднявшись на хейте Дзюбы, продолжает следить за каждой историей, связанной с Артемом. И я не то чтобы отрицаю то, что Дзюба порой ведет себя хреново, если не сказать жестче, но, на мой взгляд, это лишает нас объективности. Это тот самый случай, когда человек очень долго работал на плохую репутацию, и теперь репутация работает против него. И любую ситуацию, люди, вот эти поклонники самопровозглашенной морали ютуба в кепке, вот они все перекручивают против Артема. А так ли он не прав, возникает логичный вопрос в большинстве этих историй. Стоит ли его хейтить за это? На самом деле вопрос большой. И здесь, например, в истории с журналистом, я не готов критиковать Дзюбу за то, что он на эмоциях что-то ляпнул. Я считаю, что это тот самый случай, когда человек не прав по форме, но вполне себе прав по содержанию. И здесь нужно говорить не столько о том, что Дзюба говнюк, мерзавец и так далее, а о том, что жаба и гадюк сошлись воедино. Прогнившая спортивная журналистика российская, которая опустилась на дно и опустилась на унылые провокации. И с другой стороны Дзюба, который всегда был очень острым на язык. Давайте тут разберемся. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, что вообще произошло? Тут после матча «Локомотива» журналист из издания «РБ» рейтинг букмекеров решил, так скажем, доколупаться до Дзюбы и задать ему вопрос касательно его результативности. Дескать, Игорь Шалимов в своем интервью сказал, что Дзюба не забьет почти ничего в оставшейся части вот этого первого круга. Как вы к этому относитесь? Дзюба, который недавно заявил о том, что наша журналистика деградировала, и он не хочет отвечать на вопросы, и что надоела вся эта желтушность, он здесь сначала попытался промолчать или как-то не обратить внимания на журналиста, ну а потом, когда тот стал до него докапываться и снова и снова спрашивать одно и то же, он сказал, что сейчас я тебе телефон куда дальше закину. То есть тут, как я уже сказал, по форме никаких вопросов. Это хамство, Дзюба не прав и так далее. Но его на самом деле можно понять. Его можно понять, потому что здесь, как я уже сказал, наша журналистика действительно дошла до днища. Вот до такого вот провокативного говна. И Дзюба, когда он сообщил о том, что спортивные журналисты уже не те, и я не хочу с ними общаться, он ведь тоже, по-своему, был прав. Те самые журналисты, которые следили за каждым его движением. Те журналисты, которые, не знаю, там, Дзюба переданет где-нибудь, они уже бегают с камерами, снимают и дальше высылают на YouTube или куда-то еще. Вот все это, конечно, может достать человека, и, разумеется, здесь, в этих условиях, определенные эмоции, они вполне себе допустимы. Все-таки мы должны понимать, что отношение к Дзюбе уже давно не совсем объективное. Да, он немножко говнюк, немножко эгоцентричен и так далее, но предвзятость к нему все-таки присутствует, согласитесь. И это, конечно, может любого вывести из себя. А здесь, здесь ситуация, ну, максимально некрасивая со стороны журналиста. То есть это ведь не официальная пресс-конференция. Это не какая-то история, когда там заранее договорились об интервью, и там, допустим, интервьюируемый психанул и начал обещать, что я тебе телефон засунул в жопу. Это история, когда человек уже направляется домой, и все уже, он не намерен ни с кем общаться и так далее, а его просто, ну, доебывают, простите за выражение. Другого слова здесь не подобрать в русском языке, но для того мат и существует. Это уже не докапываться, это уже доебываться. Причем, понятное дело, что с провокацией, типа, а что это так мало забиваешь и так далее. И это не считая всего остального того, что, например, 19-летний вот этот журналист так называемый, неинтересно, да, теперь у нас такой возрастной уровень журналистики, как, видимо, он называет человека, который ему, ну, если не в отцы годится, то в дядьке на ты, то есть спрашивается, вы что там, детей крестили или что, задает откровенно провокационный вопрос, и все это происходит уже не в рамках какого-то официоза, не в рамках каких-то пресс-конференций или чего-то еще. Это за пределами, так скажем, спортивной зоны. Поэтому здесь эмоции Дзюба, как мне кажется, вполне обоснованы, а поведение, может быть, не совсем корректно, но вполне себе соответствует уровню вопроса и уровню этой самой провокации. И я думаю, что журналист как раз примерно этого и добивался. Так что здесь винить только Дзюбу или винить в первую очередь Дзюбу бессмысленно. Если честно, я ничего критического здесь не вижу, тем более, что, повторяю, это было не на футбольном поле, не в микс-зоне или не где-то еще. А касательно того, как ведут себя журналисты, ну, я ни секунду не удивился, что это рейтинг букмекеров. Потому что это издание, которое сейчас во многом курирует небезызвестный футбольный Бигги Егоров. Тот самый человек, который как раз и опускает спортивную журналистику на уровне помойки. Тот человек, который и занимается примерно таким, бегает, ну, как известно, в меховых трусах в минус 30, за Спартаком Гогниевым, пытаясь выпросить у него что-то, докапывается до людей возле парковки, еще где-то вылавливает людей в сортирах, записывает у них, хотя они явно зачастую не хотят отвечать, и их раздражает такое внимание, зачастую нелепое. Ну, вот записывает 10-15 минут каких-то быстрых ответов и дальше называет это пафосным словом «интервью». Вот стоит ли удивляться, что 19-летний журналист из издания, которое курируется в футбольном Бигги, вот примерно на такой же уровень опустился, а, возможно, даже похуже. Ничего удивительного. Это так называется у нас спортивная журналистика, это так называется интервью, бегать вокруг человека, докапываться, орать ему вслед, ну, можно сказать, и хамить, обращаясь на ты, к человеку, который старше тебя, а после этого, получив ответ, визжать, «Ах, как вы, сволочи, так смеете со мной говорить, я же журналист, черт возьми». Так что здесь стоит ли удивляться. Егоров как-никак мастер не только стучать на своих коллег и подавать жалобы, и пытаться заблокировать чужие каналы, он еще мастер провокаций. Поэтому тут ничего нового и ничего удивительного не произошло. Журналистика скатилась в полное говно. И повторяю, реакции Дзюба, его слова про журналистов и все остальное, они, может быть, эмоциональны, но вполне себе обоснованы. И, честно говоря, здесь то, что на Дзюбу многие накинулись, начали строить из себя морал фагов и ценителей высокой нравственности, это говорит просто о том, что Дзюба сам по себе для многих является негативным персонажем. Если бы, не знаю, какой-то однозначно позитивный игрок, которому нет никакого негатива, точно так же огрызнулся бы в сторону журналиста, ну, не знаю, условно, там, Пеняев, Либакинфеев, я думаю, никаких вопросов бы не было, все бы наехали на журналист, который докапывается до спортсмена уже после окончания встречи. А здесь, так как Дзюба у всех сразу тумблер переключается, давайте докопаемся до Артемона. Он же такой говнюк, золотая рука, там, и все остальное, порнуху снимал. Это же так забавно теперь вспоминать человеку историю, там, 50-летней давности и возмущаться, почему он сейчас не так общается с людьми. Зачем? Это ведь куда интереснее, чем рассуждать о том, что журналистика скатилась в говно и журналисты превратились в каких-то унылых 19-летних тиктокеров, которые добрались до телефона и решили заснять так называемые интервьюшки. Вообще, кстати, касательно интервью, это забавно. Это вот действительно школа Егорова. Найти кого-то в сортире, либо на улице заснять три вопроса и объявить, что это интервью. Раньше, я помню, в спортивной журналистике, например, точно было понятие флэш-интервью. Скоростного интервью, которое не считалось полноценным. Полноценное интервью — это когда заранее договорились, встретились, и у человека есть возможность подготовиться и так далее. То есть именно тот, у которого будут брать интервью. И это называлось интервью. А сейчас, да, найти дзюбу, не знаю, Симака, обоскали кого-нибудь еще, не знаю, там, в подворотне, в сортире, где-нибудь, я не знаю, там, на кухне, и задать ему два вопроса — это уже называется интервью. С точки зрения школы журналистов товарища Егорова. Поэтому стоит ли, опять же, удивляться реакциям футболистов? Дальше будет больше. Потому что дзюба — это просто очень экспрессивный человек. Но я уверен, что вот эти интервью с докапываниями на улице, они заебывают, простите за выражение, 99% спортсменов, тренеров и так далее. И дзюба просто первый, кто решился ответить на все это. Дальше, возможно, будет больше.